Игры в самоуправлении в органах местного самоуправления прошли успешно. Несколько часов подряд с не меньшим успехом, да еще так, что у других душа разворачивается, может играть на гармонии музыкант-самоучка из Дзержинска Николай Лукаянов. Недавно он был признан лучшим не только в России, но и в ближнем зарубежье. В арсенале Николая целая коллекция инструментов, и выбирает он гармонию для игры строго по настроению. Наш корреспондент Марина Синямина застала гармониста в хорошем настроении, так что от плясовой едва удержалась. Сыграть так, чтобы самого в подбросило, а всех остальных в пляс. В течение получаса, без остановки, народные и авторские. И это при том, что сам играющий о нодной грамоте имеет весьма смутные представления, потому что играть учился не в музыкальной школе, а дома. Гармонь досталась от отца, а первый раз взял в руки музыкальный инструмент в 12 лет, по примеру одноклассника. Одноклассник говорит, что я же играть на гармошке, я же и Баяна владеет. И мне сразу это дело заело, заставлять никому было. Я решил, думаю, отец такой игрок, прям был отличный, да? Я решил заниматься. Три месяца сидел, все уроки бросал, все гулянки, и вот за три месяца я владею. Не одна гармонь, целая коллекция. Николай Лукаянов вплоть до даты помнит, когда приобрел каждую из них. У каждой своя история и свое звучание. Какую предпочесть сегодня выбирает по настроению. С Баяном их и не сравнить, говорит он, а лучший из них, уверен, делают только нижегородские умельцы. Это моя жизнь вообще, вся полная моя жизнь. Благодаря гармонии я надзываю на белом свете, мне кажется. Ну, вот, бывает в жизни всякие передвиги, правильно? А гармонь нас успокаивает, и ну так-так, поиграешь, и все нормально. Побеждать в конкурсах у Николая Лукаянова уже традиция с 90-х. Тогда он победил в родном городе. В числе прочих достижений первое место на фестивале в Иванове. И уже в этом году успех в Новороссийске, в международном конкурсе. Он с настроением таким поехал, что я должен, я должен победить. Там, ну, может, там, конечно, не первым быть. То есть можешь так сказать? И вдруг это самое. Ну, как это самое, как у тебя там дела? Я первое место заняла. Я даже была просто, это, ну, как будто в этом, в таком шоке. О том, как руку пожимали первые гармонисты страны, которых видел по телевизору. Главное воспоминание и лучшая награда. Значит, оценили. Ведь, несмотря на большую любовь к гармонии, тренироваться приходится нечасто. С семи до семи на работе, а дальше играть так, чтобы соседям не помешать. Ведь живет лучший гармонист России в обычной однокомнатной квартире панельного дома. Играть же так, чтобы, что называется, душа развернулась, Николай Лукоянов выходит на природу. Ты что делаешь?